МАКСИЗМ и Национальный вопрос Это, конечно, работа глубокая, но мы ее полностью исчерпать сегодня за занятие не сможем А главное, что есть здесь, это определение нации и определение национальности Вот давайте определение нации, может кто-то вспомнит, кто-то где-то читал Исторически сложившиеся То есть не тягля, а исторически сложившиеся Общенность людей Еще одна вопрос, устойчивая Устойчивая общность людей Люди чего-то связывает А в чем их общность? Теперь давайте пальцы загибать В чем общность этих людей? Смотря в какой период времени А в общей нации в какой период времени начали складываться? Они что? Где-то с века семнадцатого Может даже чуть пораньше Но они начали складываться с приходом капитализма Капитализм начал нации создавать До... Феодализм начал отступать А вот до капитализма До наций И сейчас, так сказать, есть тоже Что еще есть кроме нации? Национальности Национальности Вот это просьба не путать Немножечко разные вещи Итак, давайте, значит, сначала Все-таки по нациям Закончим определение Значит, это обществе людей Но у нас тут тоже обществе людей Но про нас нельзя сказать, что мы нация Значит, что-то они имеют общее Так сказать, устойчивое Устойчивое, исторически сложившееся обществе людей Общее по... Экономике По экономическим связям По культуре По языку Языку Территорию Слаби все равно говорят Уже себя Вот это вот А национальности чем отличается? Она вообще, говоря, почти такое же Но вот тут вот среди общих особенностей отсутствует две Территория Территория И? Экономика Экономика Вот А в ряде случаев Даже Язык Иной раз Ну, хотя если без языка Это уже можно сказать Нет, все-таки Территория экономика Это мы уже не будем здесь Реализовать Товарища Сталина Территория экономика Язык какой-то все-таки должен быть Значит, то есть И что мы видим? Вот то, что часто говорят Нация На самом деле На самом деле Имеет в виду Национальность Потому что Нация Это Фактически Что это такое? Это Вот так можно Другими словами сказать Это Общесть людей Находящиеся Под контролем Одной Машины Подавления Одного Буржуазного Государства Отгородившиеся От других Групп людей Границы А вот на границе Что Главный инструмент Какой? Таможня Таможня Потому что Так Вот У советских людей У них там Восприятие Границы На замке Аж там всякие Шпионы Там лезут Диверсанты Бандиты Убийцы Их там Пограничник Расупа С собакой Оттавливает На самом деле В цивилизованном мире Шпионы Через границу Через болото Не лезут с ножом В зубах Они садятся В самолет Летят куда им надо Бронируют номер в гостинице И там сидят В этом номере Попивают Шампанское И шпионы А? А? Да Вот Они Гравный инструмент Группы Буржуазного государства Стали складываться Границы Главный инструмент Это таможня Чтобы чужие товары Не пролезли Беспошленно На территорию Ибо национализм Это вот Национальное движение Буржуазии Это что такое? Все понимаете Национализм Национализм Можно и так сказать? Шовинизм Это другое Не надо Шовинизм Национализм Это борьба Буржуазии Буржуазии Национальной За Свои Рынки Сбыта И можно сказать Вообще Буржуазии За Рынки Сбыта Потому что Национализм Проявляется в том Что у себя На территории Она Рынки Сбыта Защищает А куда-то К другому Она там Может и повезти И повезти И вот Колонии Они Главным образом У нас такое Нескопонимание Что вот Колония Это место Где драмовой рабочей силой пользуются Рабов там Каких-то тащат Ничего подобного Коронизированные народы Это вообще говоря не рабы И Коронизаторы Вот которые были До середины двадцатого века Они не мравство там гоняли Тех же индусов И так далее А они Что они делали Коронизаторы Они вот Вспаривали вот эти государства И туда Лезли со сбытом своих товаров И вот главное От колоний Это вот сбыт Это рынки сбыта Для стремительно Развивающейся Промышленности Не было бы Вот в Англии Столь стремительно Развивающейся Промышленности Если бы Не было бы Поделать Да Если бы не было Это вот как мы говорили Да Сорок это Двенадцать мужчин Производили Сорок восемь тысяч Иголок за смену А через Несколько лет Четыре женщины Присматривающие За машинами Производят Шестьсот тысяч Иголок за смену В таком возле Производительность Труда Конечно Надо Внутренним рынком Тут ничего не решишь Тут надо Куда-то Стремительно Развиваться Вот Вот Это Борьба И надо сказать Что Здесь Термина Терминифиды Терминифиды Груды Груды Ральков Стояли Термина 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 У Пиночета массовыми тиражами издавались труды Гитлера, усадения Пиночета. Это было, да. Но все-таки, так сказать, не оставила история следов какой-то травли национальной в Чиле той эпохи. Другое дело, что, конечно, Пиночет, он себя кругов наиболее шаминистического капитана. Пиночет был, если Гитлера все-таки во многом вырастили местные крупы и Сименса, хотя и тут международного финансового капитана не обошлось, конечно, то Пиночет – это открытый ставленник американского финансового капитана. И он, конечно, наиболее шаминистических его кругов, и он, конечно, в Чиле и население подсократил тоже. И там, ну, все напоминало, как у нас было в 90-х годах. И на уровень промышленности, на уровень 73-го года по промышленному производству, Чили, по-моему, к уходу Пиночета так и не вышло. То есть там практически производился геноцид всего чилийского народа, очень резкое ухудшение качества жизни. Но вот чтобы как-то это декларировалось, этого такого нет. И это вот сейчас тоже отличительная особенность. Вот шаминистические круги. Вот сейчас я говорил, Михаил Васильевич или нет, вот тема фашизма на экспорт, как ведут себя Соединенные Штаты в Ливии, и вообще реализм западной в Ливии, в Сирии, в Ираке и так далее. И, конечно, это злобная шаминистическая позиция. И хотя и там говорят, что вот президент Ассен не толерантен, там этот не толерантен, но это именно шаминизм, это отношение к людям, ко всем тем же сирийцам, как к скотам, как что их там загнать вот на эту бойню взаимную. И никакого дела абсолютно нет. Для чистого крокодилова слезы мьются. Ну, ну, замутить такое дело, как вот Сирий Щет. Ведь с нуля же наехали на этого Ассен. Игорь Михайлович, да? Ведь с нуля абсолютно наехали. А еще, допустим, надо быть, конечно, шаминистом, чтобы такое устроить. Совершенно. Если я не ошибаюсь, Пиночета сильно способствовал росту ВВП чилейскому, и во время его правления ВВП сильно возрос. А было ли то же самое вот в нашей постсоветской России? Значит, насчет ВВП дело в том, что ВВП его можно по-разному считать. Вот, скажем, американская компания «Анаконда» в Чиле выкопала меди на такую-то сумму. ВВП. Ну да. Это самое. Ну и потом, у нас, скажем, ВВП, вот сейчас я могу сказать, он как считается? Я почему с таким подозрением отношусь к росту ВВП? Потому что он сейчас как, в частности, считается? Вот, к примеру, вот мы с кем-то из вас решили обменяться квартирами. Но сейчас просто делать обменяться квартирами нельзя. То есть только через куплю-продажу. И вот, значит, я продаю свою квартиру вам, вы свою квартиру продаете мне, а в ВВП фиксируется, что куплено две новых квартиры. То есть вот эти суммы, что мы обменялись. Ну, на самом деле, мы просто приехали с квартиры в квартиру, да, с какой-то там, ну, кто-то был там дотратив, у кого квартира была лучше. Да, вот, это самое. Ну, придется как-то деньгами обмениваться, потому что там все это, надо этим следиться. Ну, вот. И... А это пошло ВВП, что вот две квартиры новых ввели и продали, что мы вот так вот обменялись. И то, и то, где с девки с недвижимостью. И я слышал, что с девки с недвижимостью не заметную часть, по крайней мере, российского ВВП сейчас составляют. Но с девкой с недвижимостью – это и продажи новой квартиры. И вот такое вот. То есть это, поэтому здесь, вот я про промышленное производство, я вот такое слышал. А что там и как, ВВП, люди там лучше жить не стали, чем в 73-м году, вот в конце 80-х годов, когда Пиночет ушел. То есть, по-моему, вот тоже самое, длительная вот такая рецессия с геноцидом нации. Вот это то, что было в Чили при Пиночете. То же, что и у нас, по тем же самым рецептам, по уничтожению промышленности и так далее. Но это мы с вами отвлеклись. Значит, вот значит нация. И таким образом получается, вот мне один товарищ говорит, вот в Канаде практически вот два языка государственных, французский и английский. И они по территориям так вот как-то стараются пучковаться, франкоговорящие и англоговорящие. Вот что там делать? Ну, одна нация все-таки. Главное – это экономика. Это самое. Ну, языки, ну что делать? Конечно же, здесь не надо так, обычно, когда все-таки организуется где-то государство, то это… там языки исторически сохраняются. Ну, а в Канаду понаехали. Мне одна знакомая, я вот ее тоже спрашивал по разной языке в Канаде, она говорит, ой, там вот одни украинцы. Я говорю, а они какие узнал? Англоговорящие, франкоговорящие, ой, и те и другие. Так что, вот это… Ну, это нация, конечно, вот одна нация, а национальностей там много. Там, кроме украинцев, еще есть такая национальность, как Русины, сгалеченные, выехавшие после геноцида, который немцы там против них учинили еще в 14-м году. Потом там есть еще целый ряд национальностей, а вот нация – это одна, канадская. Вот, говорит, Россия в то время, вот Сталин пишет прямо, что вот Россия нацией не является. Почему? Россия была империей. Россия и Австрия, вот пишет, нацией не являются. Почему? Потому что это были империи, и империи с сильными феодальными пережитками. Не было единой экономики ни в Российской империи, ни в Австрии. Вот. А с австрийцами вообще интересно. Австрия, вот там была Австро-Венгрия, да, как он просто называл австрийцами, тогда называлась Австро-Венгрия. Но там были и Чехи, там были целый ряд еще славянских народов, туда входило, кроме Венгрии. А, собственно, австрийцы, это с точки зрения национальности, это кто? Германцы. Германцы, конечно. Не было такой национальности австрийцы. Но это вот в Австро-Венгрии, это как бы там были германцы, были Венгрии, были эти. Вот. А сейчас Австрия, это нация. То есть она сейчас, ей не дали после войны, сохранить единство территориальное с Германией, с основной, ну, в силу того, чтобы, конечно, оставить Германию. Его там в Австро-Венгрии, сейчас-то нация, у нее отдельная там экономика, хотя там немецкий язык, те же немцы там, что и в соседней Германии, но это, можно сказать, отдельная нация со своей сложившейся. Хотя другое дело, что сейчас в Евросоюз, это сейчас определенно такая мешанина из нации. Что здесь еще? Вот советский народ. Можно ли говорить, что старо-скрадываться такая нация? Можно ли говорить, что на территории Советского Союза старо-скрадываться, конечно, единая нация? Единый язык. Кстати, вот Россия нынешняя, такой вопрос. Это много национальное государство или мононациональное? Много. Ну, посудите, если Дальний Восток отдать на попечение Китая, то... Не надо этих фантазий. Это самое. Процесс какой-то для государства. Значит, люди, которые пишут себя в паспорте, как русские, то есть это декорусы, ну, может, частично говорорусы, украинцы, составляют 85% населения. Это, по сути, мононациональное государство. А то, что, так сказать, но на территории Якутии, можно сказать, что там якутов 2%. 98% – это других, приезжих, скажем так. Почему же тогда такая была страсть организовывать республики, ту же Якутию, Сахарию называть? А это вот национальная буржуазия. Она тут, ну, не вычлится в отдельную экономику. Хотя в Ельцине уже эти... 99-му году уже решались вот эти вопросы. Не случайно у нас правительство Санкт-Петербурга. Ну, что это за чушь? Законодательное собрание Санкт-Петербурга, ЗАГС. Ну, какие законы в Санкт-Петербурге, может? Ну, это же чушь вообще. То есть, это вот готовилась Россия к тому, чтобы ее у судьев там... Раскололся. Да. Как говорил Гитлер, мы объясним русскому враженцу там, я уже забыл точно, в Бургской области, что он совсем не такой, как русский, который живет в Изанской области. Пусть они так друг с другом, значит, здесь. Но это же было вот в Владимире икона, почитаемая, спасла город от неприятеля в главном соборе в Владимире. А кто был неприятелем кровавым, который шел в Владимире? Он говорит, Суздальц. Так что вот это... Городцев тоже есть своя икона, которая спасла их от нападения. Вот, вот. То есть, здесь, вообще говоря, такого мы вот привыкли, что как-то это как дикость воспринимается. Но на самом деле это, вообще говоря, не дикость. И вот вопросы всякие о том, что поморы — это отдельный народ. И в Норвегии, кстати, институт поморов существует на гранты западные своим языком. Там Сибирь — это вообще, так сказать, Москву кормит, Москва из Сибири, все соки выдавливают. Так что это вообще, так сказать, оно подготовлено. И в этом вот интерес определен национальной буржуазии, так же, как и при разрушении Советского Союза, появилась республика национальная буржуазия, заинтересованная в том, чтобы там сидеть, а от окружающих отгородиться вот этими границами и таможними нашими любимыми. Вот это национализм такой вот. И он очень вреден. И его противопоставляют интернационализму. И вот даже вот на шествии неонацистам где-то там под Москвой было на 4 ноября, так там он скандировали «довою капитан-интернационал», «довою капитан-интернационал». А вот так это самое. Потому что капитализм придумал и, блин, Маркс. И вот все эти ужасы капитализма, которые мы сейчас видим, это вот оно, это капитан-интернационал. Менделеев не открыл биологическую систему элементов, осознал все эти элементы. Вот. Так что, понятно. Так что, это здесь идет, конечно, национализм в этом смысле. Он выступает как орудие буржуазии, которая отвлекает рабочих от задач. Потому что рабочие, конечно, они заинтересованы в интернационализме и в союзе со своими коллегами. И, надо сказать, капиталистов в этом заинтересованы ничуть не меньше. Еще Ленин писал, я тоже не точно, может, цитирую, но суть цитата примерно такова, что в руководстве одного акционерного общества прекрасно уживаются и немцы, и поляки, и евреи, и русские, а рабочих своих национальностей они натравливают друг на друга. И, действительно, вот если взять вот тех же неонацистов, они себя позиционируют как националистов, а на самом деле что мы видим у них? Черный интернационал. Мы видим неонацистов Гейвика, который, ну, по заказу там неизвестно кого якобы, но ведь он расстрелял этих детишек, там, подростков из рабочей партии Норвегии, которые собрались там на какое-то мероприятие, посвященное солидарности с народом Палестины. Так что кто там его, так сказать, на это спонсировал, это непонятно. И вот если вот взять, скажем, националистов, тех же вот германских, там английских, вроде как они должны бы драться между собой, а они там на футбольных матчах, они дерутся, они обнявшись, по брюшкам ходят. И если бы Гитлер, вернее Ромбель, может, был бы по удаче в Северной Африке, то вполне возможно мы бы увидели на просторах России заснеженных и чернокожих эсэсовцев. Вполне такое может быть, и почему нет? То есть это тоже на самом деле все-таки вот различия классовые, они сильнее различий национальных. И поэтому буржуазия, несмотря на постулирование вот этого национализма, она тяготеет к своим братьям по красу зарубежным. И точно так же, конечно, и рабочие тоже должны тяготеть к своим братьям по красу. Кстати, интернационализм обычно к калитарскому интернационализму относят, а буржуазный интернационализм как называется? Транс. Космополитизм. 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 Ну, можно так, гражданин мира. Вот. Так что это вот буржуазный интернационализм. Значит, и вот что мы здесь все-таки сегодня должны условить, что национализм – это, в общем-то, термин нейтральный. Те, кто себя называют националистами, фашистская всякая публика и так далее, это не националисты, неонацисты. А это произошло с этим термином примерно то же самое, как с термином «демократы». В конце 80-х годов определенного рода публика. До этого демократы с чем-то светлым ассоциировались у народа. Они взяли, присвоили себе это наименование. Хотя демократы – это кто там? Чернышевский, Добролюбов, Милинский, Ленин, Сталин. А тут вдруг это, Старовой, Товасадье и тому подобное демократы. Но они привели к тому, что стали их по-другому называть. Теперь вот они либералы. Да, до этого они были коммунистами. Собчак же был правильным коммунистом ленинского типа, который вступил в КПСС в 87-м году, там, и что такое. Ельц уже был истинно большевиком, который там выступал против привилегий и так далее. Потом они добились антикоммунистических настроений в обществе. Стали демократами. Потом они добились того, что демократов стали, там, другим словом называть. Они стали теперь либералами. Либерал же это тоже, ну, что такое либерал? Это же ничего страшного такое. Либеральничеет, ну, там, либеральники. Либеральный профессор, там же, студентами либеральничеет. Там меньше сечет христиан, там, либеральный бары. Вот, что такое толстое, доброе, мягкое. А они – это озвобленная подва, которая там энергичная. Вот, это что касается… Националистами были такие уважаемые люди, как Боливар, Галибальди. Это же националисты. Они же за национальное освобождение оборудовались. А что такое национальное освобождение? Это, опять же, один Галибальди, какой бы он там правильный не был, он опирается на национальную буржуазию и вынужден опираться. А что национальной буржуазии надо? Рынки сбыта. То есть все вот эти романтические вещи, борьбы за национальное освобождение и так далее, это вот все сводится в основе борьбы за рынки сбыта и так далее. Хотя люди возглавляли прогрессивные, конечно, это были прогрессивные движения, то есть они развитие человечества тахкали вперед, безусловно. Но вот, тем не менее, вот на таких вот основах это было. Значит, ну а национальность – это, грубо говоря, значит, нация – это объединение под эгидой одного государства, а национальность – это, грубо говоря, кто был мама с папой. Это национальность. А чего так от этого заключается? Другое слово, вот у Сталина это четко все разбито, а вот этнос, народность, ну, можно сказать, что и ничем, но это вот внесение лишних слов, оно некоторую пути не создает. Можно сказать, что и ничем особо. Этническая принадлежность, национальная принадлежность, примерно одно и то же. И как получается национальность, если и мама, и папа там не русская или не русский? Ну, а тут уже получается комиссия. Как тогда их называть? По-разному называют это самое… Ну, договаривание, да. Там, по-псякому, да. Ну, если как в паспорте записано, то тогда… Ну, это вот уже… Ну, русско-белорус. Ну, национальность – это уже, так сказать, Тут, конечно, зависит от того, где люди живут. Если люди живут – это пара на территории России, и, конечно, они оба русские, потому что культуры близкие. То есть на территории Броноруссии – это Бронорусы. На таком основе может решаться вопрос. Так, ну, тогда с занятием закончим. А вот вопросы, если есть. Вопрос первый по закону стоимости. Да. Если не ошибаюсь, закон стоимости звучит как стоимость товара равна общественно необходимым издержкам труда. Просто в вашей речи. Это определение стоимости. Это не закон стоимости, это ее определение. А закон-то он должен что-то регулировать. У меня вот за эквивалент этот уровень такой. Вот цена есть, вот это вот, то есть, результат конкретной сделки, конкретную сделку мы делаем по цене все-таки. Как вот мы договорились еще раз, вот это, общий закон, к чему вот эта цена тяготеет? Она тяготеет, конечно, к стоимости. И здесь надо понимать еще такую вещь. Что вот Маркс в первом томе, он там рассматривал некий такой идеальный капитализм. Идеальное товарное хозяйство, вернее. Где все обмениваются по стоимостям. У него даже рабочие там получают стоимость рабочей силы. Полдня на себя работают, полдня на хозяина. И стоимость рабочей силы они получают. То есть, это он там рассматривает некий такой лабораторный, чистое нечто. А вот, скажем, потом уже, в третьем томе, там он пишет не о стоимости рабочей силы. И вообще, так сказать, не о стоимости. А там есть такое понятие, как цена производства. Которое включает в себя и сдержки производства, и среднюю прибыль. Вот это цена производства. А сдержки производства, ну вот тут подразумевается, что они берутся какие-то средние. Если у вас на фабрике и сдержки производства выше, чем у других, тогда у вас будет меньше прибыль. Если у вас цена сдержки производства меньше, у вас там будет выше прибыль. То есть, здесь вот так. Но тут берутся и сдержки производства, куда входит зарплата именно. И средняя прибыль. То есть, третий том, это уже более такой приближенный к реальности. А в первом томе, там вот идеальное рыночное хозяйство, где даже рабочие продают себя за свою стоимость. Все по честному, не как у нас сейчас. Можно вопрос? Сталин и Ленин в своих работах отмечали, что унитарное государство выше, чем федерация. Но при этом, когда ревиза шла об образовании СССР, там Сталин, ну и компания, скажем, хотели образовать элитарное, но Ленин раскритиковал и сказал, что надо создавать федерацию. Значит, это... Что, собственно, называют этой мины, этой бомбы? Нет, это, конечно же, не мины, не бомбы. И от каких-то вообще законных актов, законными актами какими-то не удержать государство на тектоническом изломе, когда большие силы ворются. Но вот скажем, у нас была советская конституция, по которой могли быть предприятия только в общественной собственности государственной. Эта конституция действовала до 93-го года. До 93-го года и даже до 91-го уже широчайшая шраф приватизация. И ничем эта конституция не могла удержать. Мне это совершенно наивно порогать, что если бы вместо Украины была бы киевская губерния, то это бы удержало бы какими-то там законными способами. Не было ни сил, ни возможностей, и тут объективные законы действуют сильнее. С другой стороны, во время Великой Отечественной войны Гитлер же он делал ставку на то, что стукнешь по Сталину, и все тут, так сказать, всякие национальные элиты проснутся и так далее. Национальные элиты проснулись, но они оказались маломощными, по шапке получили, и это сама, и на этом все закончилось. А в чем тут, почему была эта дискуссия? Ленин действительно, у Ленина даже в одной работе есть такое выражение «Воняет маленьким государством». Ленин маленькие государства не любит это самое. Но с другой стороны, тот же Ленин писал в работе о розумке Соединенных Штатов и Европы, что этот розумк сейчас либо не нужен, либо устабер, либо реакционен. Вот так он ставил вопрос. То есть вот Евросоюз Ленин бы не приветствовал, я думаю. То есть вот такие вот вещи тут надо брать каждый раз в конкретную ситуацию. Что мы имели в 22-м году, когда создавался Советский Союз? Во-первых, мы тогда имели перспективы мировой революции, что не говорите сейчас. И поэтому создание некой федерации открытой, оно, конечно, намекало и подтаркивало многие страны. И вообще, я думаю, что так оно и будет. А некая унитарность, она бы замкнула нашу революцию в своих границах. Тогда никто не знал, что это будет серьезно, надолго. Потом, это не так просто. Вот представьте себе, ну, конечно, тогда до такого градуса не доходило. Все, представьте себе, сейчас вот Украину, унитарное государство с нами запихнет. Невероятно. Сейчас-то тем более. Да, да, я хочу сказать, и 10 лет тому назад было не очень реально. Потому что там уже, так сказать, и тогда. Не надо забывать все-таки, что царская империя, все-таки там такого взаимопроникновения не было и по экономикам, и по всему. Советский Союз разрушили, разрубили, а вот это самое осталось. И в унитарное государство засунуть все это. И тогда была та же ситуация. Российская империя тогда разрушена была. В период с февраля по октябрь 17-го года. Но и большевики ее, так сказать, не могли, да. Потому что, скажем, даже Дальневосточная республика, там, какого? Ну, до 21-го или 22-го? До 22-го. Вот. То есть там уж явно никаких этнических не было, преград, чтобы объединиться. Но там из ряда дипломатических соображений ее держали. Там Муховинская республика, Тувинская республика. То есть это было невозможно просто объединить, но не поняли. И народы мы не поняли, и здесь было не объединить это все. Поэтому создали такую вот федерацию, вполне, на мой взгляд, жизнеспособную, преграмотному правлению и прочную. Уж сильнее испытания, чем Великая Отечественная война, было не придумать. И что, кто-то побежал? Никто не побежал. На территории Украины какое было массовое партизанское движение. На территории Белоруссии. Ну, за исключением, там, отдельных, так сказать, народов, где вот национальные риты эти взяли вверх, там, у крымских татанов, там, у чеченцев, у ингушей. А так-то в целом-то нигде же не получили какого-то развития. Из народов, представляющих себя республики, нигде не смогли антисоветские какие-то центры возникнуть до такой степени, чтобы увлечь за собой народы. Все, так сказать, благополучно воевали. Так что, конечно, осверхом, на котором пробовалась прочность той или иной концепции, была Великая Отечественная война. Ленинская концепция показала свою полную состоятельность, и стал против этого. И, кстати, имея возможности определенные, он нигде, так сказать, не стал Ленинскую эту структуру громать и возводить свою. А почему не было бы попыток расширить, допустим, Болгарскую историю подавать? Вот это вопрос, так сказать, который мне не вполне понятен. Мне не вполне понятен. Потому что были Монголия просилась к нам, Болгария просилась к нам. Как раз вам было? Не знаю. Это надо, так сказать, конкретное соображение конкретного периода. Может быть, чего-то не знаем, может быть... Ну, скорее всего, чего-то не знаем. Потому что четко аргументы привести за и против я не могу. Мне кажется, что было бы разумнее, конечно, расширяться. И тот же СЭФ, вот те же страны Западной Европы, они же Европейский союз, они дальше СЭФ пошли. Практически, вот сейчас можно сказать, я не знаю, вот и Британия, правда, откололась, может, еще кто-нибудь отколется, но так вот складывается европейская нация единая. Внутри же нет таможенных перегородок, языковый барьер, там сейчас язык, это английский, межнационального общения. У нас, кстати, да, советская нация, она складывалась. Только вот советский народ, вот это мне не очень нравится. Почему? Потому что Советы – это явление всеобщее историческое. А у нас вот как-то это свели, что это именно вот особенность Советского Союза. Это вот была одна из ошибок, потому что и у нас с 1936 года практически был парагмент, а не Советы. И в других странах социалистических там были практически тоже парагменты, а не Советы. А вот, ну, мы назывались по старой памяти Советским Союзом, Советский народ. Это здесь, конечно, определенная такая натянутость. Советский народ должен быть весь земной шар, когда потом будет весь единственный спрошенный советский народ. А здесь нация скрадывалась. Русский язык межнационального общения, причем таким, что вот сейчас там встречаются всякие там, всякая там публика, да, украинская там и бакдийская, а у них язык межнационального общения, у них русский. Вот. И вот мне рассказывали, что… Русский спорит с армянином на русском языке, у них больше украинец. Да, да, да. На Средней Азии там вот народ очень старался диссертации защищать на русском языке, потому что если на местном языке, хотя там местный язык всюду изучался, все там было, да, но надо. В немском или на таджикском языке диссертацию защитишь этой сложности с оппонентами, там, и сложности где защищаться, и в кубликации, то, и всё. Уиииииии. Всё. То есть вот автоматически, конечно, рокунул اسкий язык к экспертациям большое национальное общение, и в общем-то нация скрадывалась по большому чёту русская, и всех называли русскими, либо советскими, либо русскими. Там и таджикских дворцов там, и армянских художников, и кого-то, ну и всех-всех-всех. Так что это вот складывалась такая нация, но вот удалось разрушить, ну искусственно, конечно, потому что желающих нигде не было. По итогам референдума не было желающих отказываться, ну за исключением при Балтике, может быть. А в Афганскую войну интервенцию ее можно назвать фашизмом? Тогда еще не было термина. Вообще говоря, фашизм, вот все-таки фашизм на экспорт это не совсем то, это не интервенция, это не коронизация. Фашизм на экспорт это такое вот внедрение идеологии, то есть это, скорее не сказать, экспорт цветных революций. Вот это вот фашизм на экспорт. Устанавливается фашистский режим местный, а поддержка массовая снаружи, она необязательна. Вот предтичьими такового можно назвать, если бы его поддержали более сильно, корнировский мятеж. Ведь Корниров, он никак не за это, не за царя против временного правительства. Он как раз, наоборот, за свободу шел за это. Но, конечно, если бы Корниров победил, это была бы фашистская, и его при этом поддержали бы западные финансовые круги. Это, конечно, была бы классическая, открытая террористическая диктатура финансового капитана. Корчак. Корчак, кстати, вот Корчак можно тоже, тут же не сразу так, что сразу в раз и появилось. Тут, как сказать, предтечи определенные. Корчак, вот типичный иностранный, подданный на тот момент, выставляющий интересы иностранных государств. Он и с американским президентом встречался, и был он уже к тому времени подданным английским. Он вот, конечно, вот это можно сказать обращик. И вот эти зверства по отношению к христианам, это были не только зверства русского гвардейца по отношению к русским его оппонентам, а это были во многом зверства именно шевинистических кругов вот этого капитана, шевинистические, именно против русских христиан. Это вот такой момент имел место быть. Отсюда вот такая необычайная жестокость Корчака. Ну, именно вот от того, что он представлял финансовый капитал. Можно сказать, предтечи определенные такие были. Ты расстрелял еще десятки членов учредилки. Ну, открытая террористическая диктатура. Так, еще вопросы. Вот, я думаю, выше будут вопросы. Ну, уже не будет, в общем-то. Тянушу, да, если вопросов нет. Может, у кого-то что-то неясное там по стоимости рабочих? Можешь заметить, что вот развитие английской промышленности текстильной там, ну, может, и в многих других, металлургической... Вас не слышно почти будет. Громче говорите. Развитие промышленности в колониальных империях, в метрополиях, было во многом связано именно с работорговлей. Потому что для того, чтобы поймать негов, нужно было много оружия, много... Создать кораблей для их перевозки. Главная храниальная страна – это кто? Это Англия у нас? Ну, смотря в каком веке. Вначале была Португалия, Испания. Потом, значит, немного Голландии там, несколько десятилетий. Потом надолго вышла Франция и Англия. Потом Англия у себя запретила рабство. Это сразу или во время Наполеоновских войн. А в США их рабство оставалось до победы Севера в войне против Юга. И Англия и Франция в этот момент во все поддерживали. Ну, это поддерживает. Спаси, понятно. Спаси, понятно. Спаси, понятно. Получать дешевый хлопок. Спаси, понятно. Значит, рабство крупного не было замечено в Европе. Где вот рабы массово применялись в Караде и в Англии до Наполеоновских войн? Разве были рабы, массово завозились? Ну, завозились, скорее, в средние века, когда золотая дна поставляла… Ну, вот золотая дна – это уже другое. Значит, все-таки, главное, что не завозились ни в Испанию, ни в Португалию, массово рабы не завозились. Они поставляли. Славянник. Славянник. Какие славянник? Куда славянник поставляли? Золотая дна… Ну, от этого уже полезли. У нас тема национализма сейчас. Ну, а… Краниализм? Краниализм – это не рабство. Это другая уже общественно-экономическая формация, она связана с капитализмом. Это не рабство. И то, что было в Америке, в южных штатах США, это было скорее отклонением от нормы уже в целом, нежели нормой. И это там держалось, но это там и было сметено в гражданскую войну. То есть, все-таки, основа краниализма – это не рабство. Основа краниализма – это то, что в коронизированных странах там не то, что гоняются выравливанных куземцев и куда-то их гонят на принудительные работы. Может, это и было как монет. Но главное – нет. Главное то, что в коронизированных странах не было вот своей личной, вот этой вот буржуазного государства своего, которое защищалось от вот более сильных государств – таможней. И поэтому туда был экспорт товаров и было заторможение развития промышленности, кароссальная в этих странах. Ведь в средние века в африканских странах были государства, которые отставали от европейских. Главным образом тем, что там пороха не было и обустренного оружия. Но там эти же не племена были дикие в Африке. Там тоже были государства с королями, с царьками там со всякими. И они стояли, строились там и города обмедленные, они стояли, ну, отставали от Европы. Но вот такой пропасти между Европой и Африкой, как вот были потом, то есть это результат того, что европейцы в дикость вверхли. Африку. И молодой Маркс, кстати, писал, что Англия коронизировала Индию, благодаря Англии в Индии железные дороги появились и все такое, и благо принесла. Но в последующем Маркс отказывался от этой точки зрения. Наоборот, Англия забила то, что вот Индия развивалась как-то, она там эти ростки развития забила. А Индия вообще приводит в пример Ирландию, что в Ирландии там была промышленность практически не уступающей английской. Но после того, как Англия коронизировала Ирландию, у нее население вдвое уменьшилось, о чем мы говорили на прошлом занятии. И из Ирландии везли в публичные дома в Британии белокожих равных, как их называли из этой Ирландии. Ирландия оказалась отброшена карасально. Так что вот это вот здесь надо понимать, что все-таки коронизм это не работорговля. Его нельзя сводить в работорговля. Работорговля вообще будет при капитализме, как писал Маркс. Пока будет капиталистическая эксплуатация, будут сохраняться и все другие виды эксплуатации. И феодальная зависимость, и крепостническая, и рабовладельческая. И будут людей отравливать и к чему-то там принуждать. Это неизбежно. Но это все-таки в целом, и это характеризует капитализм, как общественно-экономическую формацию. А когда неализм, еще раз, это не рабство. Это вот именно проникновение в другую страну, подчинение ее экономическое. Ну, на всяком случае, Маркс писал, что Африка превратилась в заповедное поле охотными шинокожих. Именно слепшего десятка миллионов людей в век, а то и больше, поставлять в колонии цивилизованных, так называемых империй. Не, вы понимаете, вот скажем, в Америке негры были в большом количестве рабами, так это элитно по нынешнему составу, этническому в Соединенных Штатах. А это самое, а в Голландии, чтобы как-то мало, что всех убили, что массово завезли в Голландию негров и там всех убили? У Голландии же были колонии и в Индии, и в Донезии целиком. Ну, вот что-то такое практиковалось. Но еще раз, нет определяющего не рабство, определяющее и главное в корониальной системе. Вопрос в Турции. Если там сейчас события, которые происходят, можно считать, что в Турции сейчас есть предпосылки на рождение фашизма? Значит, для того, чтобы фашизм образовался, для этого надо, чтобы поработал финансовый капитал. Финансового капитала местного в Турции, способного создать какой-то местный турецкий фашизм, нет. Если финансовые центры, тот же Сорос, грубо говоря, Ротшильд, Федер, я не знаю, вот Экинспирагогия и Силен, сочтут нужным и возможным, и там скажут, на Эрдогана поставят, ну это возможно, а почему? Но сейчас пока что они как-то больше против Эрдогана, у меня такое ощущение, ну не знаю. Эрдоган, как-то он мечется туда-сюда. Другого Федора привезти. Могут, вон, у них же в Америке сидит какой-то там этот. Да. И они могут его, так сказать, на чьих-то штыках и будет, так сказать. То есть, конечно, эта тема, она витает. Другое дело, что разгром немецкого фашизма, главным образом немецкого во Второй мировой войне, он показал, что насаждение фашизма – это дело такое обоюдоострое. Там, где начинаются мордобои, там, где начинают человеков, так сказать, убивать как-то, – пока есть возможность, надо трудящихся на обмане держать. И надо сказать, что нынешние трудящиеся… Мы с вами на прошлом занятии рисовали картину рабочего коммунистического движения на современном этапе, и мы видим, что, вообще говоря, в фашизме нужды пока особо нет. Пока никто особо не борется, никто ничего не делает. Так вот, в общем-то, дело в том, что изначально монополистический капитан утикотеет к фашизму. Почему? Накапливаются богатства в одних руках, а когда сконцентрируются богатства, то как-то они земли мне и власть в этих руках сконцентрировать, чтобы вот на эти дурацкие выборы не тратить деньги, а вот напрямую все решать. Это вот попробовали, и не получилось. Мир, наоборот, так сказать, система социалистической укрепилась в мире. И поэтому они теперь с фашизмом очень так осторожно обращаются, его на какое-то время, а потом стараются опять вводить эти выборы, чтобы все на обмане держалось, так вот надежнее. Это вот способ, более присущий капитализму. Капитализму присуща вообще организационная форма капитализма – это буржуазная демократия. А фашизм – это все-таки некоторые отклонения. И они с этим отклонением действуют осторожно. Так, еще вопросы? Ну, в принципе, как вы считаете, есть ли какой-то смысл и есть ли возможность, скажем так, пересмотреть с марксистских позиций маршавянскую теорию? Какую маршавянскую? Что это? Маршал? Ну, это экономист начала XX века. Вам маршал этот, который… Нет, не изучал спрос-предложения и ценообразование в связи со спросом на предложение. То есть так, что в основной цене лежит не стоимость, а спрос на предложение? Да. Ну, это возвращение… Нет, это до марксовых времен. Здесь нечего… Я бы сказал, напротив, не до марксов, а постмарксов. Почему? Маркс вот как раз в капитале… Вы читали капитал? Ну да. Там же он, так сказать, в общем-то, там, где он говорит о стоимости, он там как раз и разносит тех, кто считает, что цена определяется способом предложения. Стоимость она определяется в целом. В конкретном случае, в каком-то да, но вот в ценах, если брать в ценах, то цены они идут к стоимости. В ценах цена определяется стоимостью товара. Ну, я имею в виду именно рассмотреть эти самые конкретные случаи… Более близко, более подробно. Да что так сказать… В каждом конкретном случае вас вот это самое… Вечером ребята там… Пятеро-регатам здоровых остановились в темной подбородне. Мужик, купи кирпич. Пять гречечек. Вот смотри, какой кирпич. Не исключено, что вы их купите. Что, все эти конкретные случаи надо рассматривать? Смешно. Да, довольно забавная ситуация. Кстати, в принципе, это можно рассмотреть как ситуацию, в которой спрос навязывается… Вы вот лучше скажите… Зачем? В системе спроса и предложения. Что первично, а что вторично? Спрос или предложение? Ну… Исходя из старой посылки спрос рождает предложение, но… А что за мазуха такая? Предположить, что именно спрос первичен? Ну… Дело в том, что видимость на поверхности явления, она сейчас и закон-то это глубинное явление. На самом деле, конечно же, предложение рождает спрос. И поэтому все эти теории о возрастании потребностей, теория о возрастании потребностей, закон о возрастании потребностей даже вот такой есть, якобы. Его даже молодой Ленингер там упоминает это самое. Но это… Почему? Откуда это все рождены? Это то же самое, что говорит там, что вот… Закон качания ветра деревьев при ветре, да? Ветер дует, у деревьев ветки качает, значит, это вот закон такой. На самом деле, мы знаем, что есть закон аэродинамики, да, ветер воздействует на ветки. С другой стороны, есть закон кругости, там, цифроматозакона, которая сопротивляется этому давлению. Ну и вот здесь… А это видимость внешняя. То же самое и тут. Возрастает, идет научно-технический прогресс, появляются вещи, товары, которых раньше не было, и уже только после этого вы их хотите. И у вас появляется спрос на эти вещи. Ну, на самом деле, да. И отсюда возрастает потребность. Потому что… Что? У меня очень технический прогресс идет, и это уже следствие, это уже очень технического прогресса возрастает мне потребность. Потому что вы видите, что у соседа, коли, айфон появился, и вам тоже хочется. А не было бы у соседа этого айфона. И не за какие-нибудь. Да, ну это, да, да, вот с машинами часто. Вот машину покупают, чтобы престижная была. Не хуже, чем у соседей. Вот, например, мне говорили, что к результатам испытаний Шкода Октавия ничуть не хуже Мерседеса. Это не реклама, это просто вот… Вот, что такое Шкода Октавия. Ну, там Мерседесы тоже, конечно, разные. Ну, вот это… Так, еще вопрос. Пару слов, может, скажете о борьбе, собственно, участвует с Ганзом, да? Ну, забастовочной борьбе в Европе. Я не слышал, мы не следили, верните. Ну, там сейчас миллионные убытки, и вроде как они только не могут договориться. Нет, я крайне не послышал, но так вот я… Ну, тоже интересный момент, ну, да, мало информации. Ну, Европа мурлит. То есть, ну, это вот… Еще раз вот, у рабочего движения, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии, без его, так сказать, о продотворении научным социализмом, у него перспектив особых нет, из-за того семени ничего не вырастет. То есть, вот, забастовка… Какой-то энергичный лидер, видимо, пришел там к руководству профсоюзом, он там это все дело замутил. Потом вот этот энергичный лидер либо его купит, либо от чего естественных причин там куда-то отойдет, либо еще чего-то. Ну, или, так сказать, это подъемы и спады. Это такая синусоида безразвития. Подъемы и спады рабочего движения на Западе. Красальные были подъемы, даже сейчас, трудно представить, что такое были. Вот у докеров, германских, в Гамбурге, вот наши докеры были там с галлигацией, у гамбургских докеров, вот там у них, говорят в этом профсоюзе, в офисе, там панно в вашу стену, и там фотографии, фигуры, угоярный рост, как там дрались докеры с полицией, и там кровищи, ружи, там железом дерутся, там со страшной сетой, в 1948-1949 годах, вот там. Ну, это, так сказать, было и прошло, но там докеры, конечно, добились на его определенном смысле. И за счет главного вывоза Советского Союза, конечно, который под пиратой, который не давал там особо опускать людей. Сейчас Советского Союза нет, людей пытаются опустить, они сопротивляются, но вот без этого, без опродотворения научным социализмом, конечно, хорошее движение ничего не даст само по себе. Еще раз. Ну, все, пора еще есть знать. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...